Я побеседовала со своей бабушкой Павловой Марией, которой сейчас 90 лет. Она была отруженицей тыла. Она рассказывает, что во время Великой Отечественной войны выбирать не приходилось, и она не отказывалась ни от какой работы. Работали на полях, пололи и убирали хлеб. Однажды ее вызвал к себе председатель и сказал, «Мария, не хватает трактористов, надо бы сесть за штурвал». «Надо так надо», решила для себя бабушка и поехала на месячные курсы. Приехала, думала, что из-за неграмотности отправят назад, но преподаватель сказал, «Садись за первую парту и внимательно слушай, для чего служит поршень рулевой». Было желание все бросить и уехать домой, но она знала, что учиться надо было обязательно. Она ничего не понимала, спрашивала у других, и все же помаленьку стала осваивать эти навыки. Было нелегко, был у нее случай, как только она начала работать на тракторе, ее отправили на дальнее поле пахать землю. Доехала нормально, но как только пришло время возвращаться обратно, что-то случилось и заглох ее трактор. Она подумала, что сейчас кто-то приедет с поля и поможет ей. Стало уже темнеть, но никто не ехал. Тут раздался протяжный воин, а так испугалась, что со страху что-то нажала и трактор завелся. Приехала она, к счастью, домой нормально, без поломок. Находили минуты для отдыха, ведь невзирая на возраст, работать приходилось много. День был ненормативный. Только вставало на солнышко, иди работай, и до темна. Иногда собирались в кружок и играли на гармошке. Слаще меда был хлеб с картошкой, правда, был он до не всегда. Слаще меда был на гор Linux. Идем. Продолжение следует...